Страна на геополитическом вулкане Журнал «Адам Ридерс» отказались печатать уже в 24 типографиях Помимо печатного издания, сайт «Гульжан Ергалиева и Нурадам» регулярно блокируется А портал «Гульжан Орг» не могут вновь открыть с начала мая Никто никогда не признается, что идет уничтожение независимых оппозиционных изданий Не по закону, а по общему содержанию издания Не признается в этом и президент республики Нурсултан Назарбаев На вопрос британского журналиста о правах человека в Казахстане Лидернации даже слегка обиделся Что касается прав и свобод человека, я считаю, что Казахстан их обеспечивает У нас нет политических гонений, у нас есть выборы президента на альтернативной основе У нас три политических партии в парламенте, у нас работает оппозиция Я вас попрошу, пожалуйста, вы здесь находите Почему? Потому что следственные действия проводятся Лукавит президент или просто не в курсе ситуации вокруг оппозиционных и независимых СМИ Вопрос уже другой 2013-й стал годом репрессий свободной прессы в стране После обысков и ареста имущества свое существование прекратил видеопортал «Стан» Закрыли газету «Взгляд» С созданием «Голос республики» эпопея вообще затянулась на несколько месяцев Оппозиционных журналистов обобщили в единое СМИ, где ключевым в названии стало слово «Республика» Запретили Затем был «Репаблик» Та же участь Была Татьяна Трубачева, главный читатель издания «Репаблик» Наказали Ситуация сложилась так, что нам не нужны иные СМИ Нас устраивает Хабар, Казахстан и что там еще, Евразия, может быть, КТК Но судя по тому, что у нас есть иные СМИ, когда слово «Республика» в названии газеты запрещено Когда журналист будет работать в другом издании и по этой причине его уволят Здесь какая-то очень странная и, я бы сказала, тревожная тенденция, когда мы можем остаться без иного мнения В рейтинге свободы прессы Казахстан занимает 160-е место Аккурат между Руандой и Пакистаном, сравнение с которым Назарбаев так не любит